Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Так что у тебя вчера было, ты хотела рассказать? Ну, я не то что вчера, я и позавчера тебя хотела, это уже вот два дня как... Забываю, а сейчас вот... Началась новая битва экстрасенсов, да? И я как-то... Я раньше смотрела, да, а... Ну, думаю, посмотрю. И уже думаю, с позиции посмотреть Я начала смотреть А, там две серии, я вторую начала смотреть И ты знаешь, настолько интересно, настолько поменялось мое чувство, мое взгляд на все Я чувствую глубже гораздо Во-первых, я действительно увидела У кого-то есть какие-то способности, но Есть одно но, я четко вижу У человека способности его идут, знаешь, как назвать, через проблему или же Через травму Да, настолько сильно я это чувствую И на самом деле я чувствую еще, человеку тяжело это Самому человеку тяжело Ну потому что травму вместе со способностями он носит Да, он носит травму, вот это я прям конкретно Но другое я хотела рассказать Вообще, вот хочешь верь, хочешь не верь Вот просто я знаю, что это так Потому что я саму себя проверила Значит, я включила первую серию И там ширма была Или, может, не первая, это была Отбор, наверное И там была ширма И я, знаешь, так, ну я занималась домашними делами И, значит, это ширма И у меня мысли не было, да, что-то сделать И тут у меня так раз Когда там начали гореть Как вы думаете, что там А я такая А дай-ка я себя попробую Я делаю на паузу Значит, домашние дела откладываю И погружаюсь туда Вот только погружаюсь И у меня идет такое состояние Как медитативное Такой туманки И появляется такой прямоугольник Световой И я вижу в прямоугольнике человек Ну, стоит, лежит Для меня не было разницы Я просто вот видела Световой прямоугольник и человек И такое медитативное Такое состояние Такое я слышу Вот такое прям И я такая Так, это что, мое занятие, что ли Отодвинул, да То есть мне показалось, что Ну, что как бы То, чем я занимаюсь, да В инфодайвинге Как бы мое погружение И они как бы плывут ко мне Я отодвинула Опять Опять то же самое Я еще раз отодвинула Думаю, да Глубже пойду, глубже Опять приходит это же Я опять И тогда у меня так раз Возникает рука Прям ладошка так раз Появляется И тут какой-то предметик И я такая Что, гипноз, что ли Я такая Понимаешь, думаю, ладно Все Уже я поняла, что я бороться не могу И включаю И что там Один в один там девушка Значит, лежала на таком Световом прямоугольнике В медитативном состоянии То есть Ее гипнотизер был за кадром где-то И он ее постоянно Гипнотизер, прикинь Удерживал В состоянии Ну, медитации Там она То есть она полностью Она ничего там не чувствовала Она лежала вот как На световом прямоугольнике Я когда это увидела Меня Я просто Мужу такая Сразу говорю Гена, прикинь Полностью Хочешь, говорю Верю, хочешь Тоже Как и тебе Что я хотела сказать А И вот тут Меня улыбнула Что даже Даже рука Я то есть Отодвигала Вот этот Квадран Прямоугольник На тебе Гипноз Ты даже Гипнотизера Представляешь То есть Вообще Ну, вот это же твои сомнения В твоих способностях На самом деле Да, так я понимаю Что я знаю и проверила Да, твое подсознание Тебе показывает Когда ты начнешь верить в себе Смотри, мы же Вот когда мы Начинали инфодайинг Да, да Это было вообще Ну, самое сумасшествие Которое можно было придумать Это вот Начать говорить Про пассивный парасомномбулизм То есть Мало того, что Ходить за гипноз Нельзя, там ничего нет Так еще и религия Которая говорит Ты в себе откроешь Беса, демона И так далее Чуть ли не ерунду Какую-то мелет Да Мало того, что мы Перешли вот эту черту Дозволенного Социумом Да Так еще Мы же консультируем Каким образом Мы берем человека Он в это время Не сидит с нами Не беседует Не подсказывает нам Что у него И как у него Он присылает запрос А мы ведем работу Когда он не знает Что мы работаем И он потом смотрит видео И смотри Мы отправляем видео Сколько человек Могли потом Написать Вы козлы Мошенники И так далее А вместо этого Что люди присылают Благодарности Это самый рискованный Формат работы Да И ни одна платформа Почему мы Свою платформу Писать начали Ни одна платформа Она нам не смогла Предоставить услуг Вот по такому формату Вот по такому формату Этот формат Невозможен На других платформах Потому что Никто так не работает Потому что Это рискованно Куда приятнее Как обычный психолог С клиентом Сел Поговорил Укатал его Убедил Что все хорошо И ты будешь счастлив Навешал ему Лапши на уши И шуруй И не надо тебе Говорить правду А здесь нет В нашем случае Мы мало того Что мы говорим Сто процентов Правду То что у него В подсознании То что человек Не хочет слышать То что вызывает У него боль То что отторгает Это тот случай Когда человек Может сразу Злиться Орать Топать ногами Кричать Что мы козлихи И так далее Пойти пожаловаться На нас В те же самые Правоохранительные органы Какие мы козлихи Но человек Этого не делает А почему Потому что Он слышит Что блин Откуда они могли Это знать Они вывернули Самое сокровенное Мое грязное белье И ткнули Меня туда носом Точно сам бежал Да Закрывал из себя Сколько раз нам писали Откуда вы это знаете Как это может быть Поэтому То что ты увидела За ширмой На битве экстрасенсов Это вообще Ничто По сравнению Что ты видишь Подсознание человека Когда он это Прячет пожизненно Скрывает от себя От других А ты его туда носом Суешь Ну прикинь Как мне было Круто Вот действительно Круто Знаешь Как подтвердить Знаешь Ты кого сейчас напоминаешь Ребенка Который Он ездит На дорогом автомобиле А ему подарили Игрушечную Ауди Гонку Поэтому Очень Очень Было Я Вообще Была Прям Для меня Но все равно Вот как не крути А для меня Это было Ну это Ну это тоже восторг Детский Работа Причем Приедается Оно уж кажется Уже нормой Когда ты Даже на улице Иногда Человеку Выпалишь Что-нибудь А человек Не знает Куда деваться И куда прятаться И не знает Кто ты такая Ведьма Тут нарисовалась Мы в этом живем Да Но интересно Для меня тоже Вот было Вот это почувствовать Экстрасенсов Самих Я раньше Так этого Даже вообще Не было у меня А именно Тяжесть Ты знаешь Тяжесть Ноши У человека Тяжесть Ноши То есть У человека На самом деле Он Это не чувствует А у него Страх Перед Своими Способностями При этом Он Он За счет То есть Он их старается Показать же всем Я говорю сейчас Про тех У кого действительно Это есть Не про просто Не игровые Да Не игровые А да Но он этого Не чувствует А у него На самом деле Он четко Разделяет Как бы знаешь Ну да Это я колдун Там ли я это Но при этом Он четко Разделяет себя И свой Вот этот Ну как он Называет Дар человек Да И он боится Своего дара Но при этом Это же мой дар И он им пользуется То есть Вот эта вот Двоякость Объяснить ее сложно Но я чувствовала Как человеку Тяжело Это слово Наверное Неправильное Совсем Сказать Но Это правильное Слово Но это так Да Но оно еще есть Почему я говорю Не совсем правильно Потому что человек Он как находится В каком-то Знаешь Как в другой капсуле И капсула Это тяжелая Вот Ну вот смотри Если мы вообще Берем слово Дар Да Особенно Как это Модно Было Вытесняет Тяжело Не буду Называть фамилии Меня два раза Ударяла молния Я остался Жив Подождите Если тебя ударяла молния То что такое молния Это травма Травма Которая Имеет последствия Для физического тела Например Поражен мозг И часть мозга Там погибла Ну это прямое поражение Когда идет Так если у тебя Часть мозга погибла И ты считаешь Это даром Но это же На самом деле Про инвалидство Это про Отсутствие Части мозга Отсутствие Части нейронов Да Это о психических Проблемах В дальнейшем То есть Ты называешь Даром Психические проблемы Ты называешь Даром заболевания Да Но это когда физически Там то что У экстрасенсов Модно было кричать Что его там молния ударила И он после этого Дар приобрел Клиническая смерть Да Или клиническая смерть Была Ты приобрел Психическое заболевание Это знаешь Из разряда То же самое Модно быть голубым Чужое сознание Да Точно так же Как клиническая смерть Очень часто Сознание человека Ушло А вместо него Пришло Непонятно что Да Даже отключки Вот эти отключки Когда там На качелях Каких-нибудь И человек Полсознание Ажно теряет А неизвестно кто А потом Неизвестно кто Вернулся То есть На самом деле Вот эти игры С сознанием Они Ну надо Чтоб ты оставался Хозяином в доме Если это тело Твой храм Ну так и береги Этот храм Не бросай его Не отключайся А когда мы отключаемся Мы отключаемся Когда мы Вот на экстремальных Каких-то видах Спорта Есть такие Что чуть ли башку Не сносит И человек теряет сознание А потом Ну только Видишь Что там болтается Тело пустое В это время Не факт Что ты в него Вернешься И поэтому Знаешь Как вот эти все вещи Да Не факт Та грань Бриллианта Или алмаза Как вот алмаз Не факт Что та грань Вернулась Повернулась И другая Другой солнечный Зайчик пошел Тотально Для сознания Страха нет Мы все Солнечные зайчики Одного сознания Мы все едины В этом плане Но если ты хочешь Персонифицироваться Что это ты А есть уровень Где идет Персонификация Да То Тогда будь добр Храни свой храм Будь дома А опять-таки Когда легко Покинуть храм Когда ты полностью Служишь внешнему Когда тебя Для себя нет Потому что ты Постоянно находишься Где-то Только не в себе И твое Твое тело Твой мир Он раскрыт И в него Валивается Кто хочешь Это так же Как квартиру Или дом Раскрой И пошел гулять А дверь открыл На распашку И окна И пошел гулять А кто домой заходит На самом деле Людей с экстрасенсорными Способностями У них Ну во всяком случае Мой опыт общения Тот 12-летний Когда я была Организатором Он показывает Что Очень много людей Действительно На травме Становятся Очень чувствительными То есть У человека Есть например Детская травма Очень серьезная С родителями Или с дедушками Бабушками Или там Насилие какое-то Или еще что-то То есть Была травмирующая история Психика ее спрятала Капсулировала И на этой капсуле Не прикасайся Там больно Но при этом Эта капсула Она знаешь Как дополнительная линза Которая свет преломляет И иногда Этот свет попадает В подсознание Действительно В нужную информацию В точку И так далее И эти люди Очень легко Раскачиваются В состоянии Сомнамбулизма И У них Как ни странно Очень легко Проявляются Вот эти Экстрасенсорные Способности Но Если ты Хочешь даже В состоянии Инфодайинга Их перевести Дальше И работать То у них В дальнейшем Информация Если она не касается Информация Травмирующей истории А эта история Сильно закапсулирована Я еще попробую найди Так вот Когда Информация идет Через травму Она будет всегда искажена Всегда То есть не будет попадания В информацию Если она идет Мимо травмы То она может быть Объективной И тогда человека Можно использовать Для работы Но с сомнамбулами Конечно Получается Что Значительно меньше Тренировок Чтобы ввести В состояние В само Впервые Перейти Зеркало Но значительно Больше работы Чтобы убрать Травму Чтобы вывести В объективность Информации То есть И тут палка О двух концах Поэтому Если Надо Например Демонстрация Именно Как шоу То сомнамбул Очень хорошо Подходит То есть Там Момент Критического Восприятия Очень сильно Снижен Аналитическое Восприятие Очень сильно Снижен И поэтому Потребность Опять-таки В овациях В аплодисментах Очень завышена Ну Из тех людей Кого я знала Кто участвовал В битве экстрасенсов Были люди Кому очень важен Был финансовый фактор То есть Например Их консультация Ничего не стоила Вообще До того Как они попали На битву После битвы Их консультация Там поднялась В цене Стоила там 100-200 долларов И человеку Вот Только поездка Отбилась На том Что он потом Ну Поимел на какое-то Время имя Даже не будучи Там победителем Вот То есть Ну Это Ну Это жизнь такая Но это Все игровое шоу Я серьезно К битве экстрасенсов Никогда не относилась И даже Не знаю Человека С кем бы Я хотела Бы Работать Вот тогда Как организатор То есть Я же приглашала В Беларусь Тех Кого я видела В ком я видела Знания В ком я видела Ну от кого можно Чему-то научиться И Я тогда просматривала Битвы экстрасенсов В какой-то момент Кинула И поняла Что нет Здесь этого не будет То есть Человек Который имеет Пробой Или травму Он научить Априори не может Да Я согласна Я согласна Я даже Ты пока Вот говоришь Я так Ну по этой По новой Прохожу Кого помню Так немного И действительно Сложно Зато в окружении Вот Около битвы Да Очень часто Вращаются люди Которые сами Не участвуют Но иногда Вращаются люди Которые Обладают Определенными Способностями Во всяком случае Знаешь Какими способностями Маркетинговыми Мифодизайна Еще чего-то Вот То чему Можно было Поучиться То есть В моем опыте Были люди Которые Учили меня И они Учили меня Те же самые Мифы составлять То есть Человек приходит Мифодизайн Это очень большая часть Для того Чтобы кто-то Продвинулся На рынке Без мифа Ты не продвинешься И Вот эти вот Сказки Рассказывают Человек покупает Сказку И если ты Занимаешься Действительно Коммерческими Продажами И так далее Ты создаешь Сказку сразу И человек Клюет на этот миф Идет И зачастую А за мифом Зачастую Стоит пустота И Те мифы Например Которые Достались Как наследие Советского Прошлого Зачастую Были пустые Но среди них Были люди Которые Были действительно Обладали способностями А те мифы Которые Сейчас Современные Создаются Зачастую Вообще Дебильные А можно Создавать миф Действительно На годы Вот Поэтому Самому Этому Искусству Немножко Отсекаем Аудиторию Которые Не обладают Уровнем Критическом Восприятии То есть У нас Все зеркально Наоборот Как будто Мы с подсознания Видим То что Происходит В обществе Люди Ставят цену Ниже Для того Чтобы привлечь Вот смотри Даже У нас Семинар Сегодня Начинается Да Он стоил Там 500 долларов И После того Как мы Набрали Там Больше 20 человек И поняли Что мы Не вытянем Просто больше На глубинные Отработки Мы Снизили цену Поставили 400 Но коллективная Работа То есть Индивидуальная Работа Не будет То есть После того Как у нас Пошел Перебор Мы снизили Цену Что делают Люди Люди Снижают Цену Когда у них Недобор И надо Привлечь Еще Внимание Других То есть У нас Всегда Все Шеворот На Выворот У нас Семинар Прошел И если Он остается В записи Он дорожает У людей Семинар Прошел Ты не был На семинаре Но чтобы он Продавался Делают Его Дешевле У нас Везде Вывороты И я Когда Смотрю На Инфодайнг Мы Везде Заходим Мы Видим Это Как Видит Это Подсознание И Заметь Наши Концепции Нигде Не соответствуют Тому Что Есть И что Принято В Обществе В бизнес Стратегиях То есть Даже Когда Инфодайнг Называют Бизнесом Это Не соответствует Стандартной Модели Нет Ложи Понимаешь Когда Ложь Тогда Ты будешь Всячески Ловушки Выстраивать Вот он Маркетинг А мы Наоборот Распрямляем А мы Да А когда Нет Лжи Наоборот Вот Понимаешь Оно Идет То есть Смотри Нет Лжи И при этом Что происходит Человеку Дается Право Выбора Настоящая Свобода Дается То есть При Сразу Отсекает Семки Заработать Или нет Да То есть Понимаешь Стремиться Развиваться Или нет Ведь Ведь деньги Тоже Показатель Того Что Человек Двигается В своем Развитии В своем Росте А Маркетинг Он что Делает Он Ловушечки Устраивает Так Разные Ловушечки Чтобы Заманить В них То есть Не Свобода А наоборот Заманить Замануха Сыр в Мышеловочке Вот Разница Вот Получается Что У нас Все Стратегии Полностью Полностью Зеркально Наоборот Тому Что Принято В Обществе Принято Опять-таки Ту же Самую Рекламу Люди Вот даже Когда нам Говорят Вы неправильно Рекламу Даете Вы неправильно Фильмы Снимаете Фильмы Надо снимать Так Чтобы людей Заинтересовать Заинтриговать И так далее Наш подход Ребята Если вы Получили Результат Если вы Счастливы И хотите Поделиться Эмоциями Снимите Про себя Фильм Да И это будет На самом деле И благодарность Это и благодарность Это ваш Ваш выход Через благодарность Проявление себя В мир Выход В то что Вы действительно Родились в новом мире Вы действительно Искренне Достигли чего-то У вас действительно Реальный результат Вы искренны Вы искренны Да И тогда человек Сам пускай снимает А зачем тогда его снимать С ним делать фильм Или записывать его отзывы Бегать за ним с камерой И сказать Расскажи Как я с тобой Хорошо работал Я сейчас Когда смотрю Такие отзывы Меня такой смех Разбирает Это значит Нету результата Это значит Ты бегаешь с камерой Да Или опять-таки Это еще с тренингов Начиналось Когда я была организатором Вот в конце Было принято И у меня тоже Даже Мое окружение Настаивало Ты должна в конце Записать отзывы Как люди довольны Тренингом Или нет И тренера всегда Это просили А я потом Пересматривала Эти отзывы И понимаю Что это Самая крутая Антиреклама То есть Если у человека Есть хотя бы Одна извилина То он поймет Что на такие отзывы Ити нельзя Нельзя Да Потому что Человек находится В состоянии Таком И когда Он Ну как Неадекватен Да Там адекватность Нарушена Хотя Опять-таки Как проверить Адекватен Человек Или нет А я сейчас Зависла На маркетинге Вот просто Зависла Случайно И Ну не случайно А тема пошла И у меня так раз И зацепилась Смотри Какая штука Маркетинговый ход Это Реклама Реклама И еще Вот допустим Взять товар Выставить товар Так Чтобы Там Ну допустим Там Снизу Ходовые Но дешевые Поэтому А сюда Дорогие Да Чтобы Человек Пришел И видел Дорогое Он Не полз Туда Или туда Смотреть Смотри На самом деле Ставка поставлена На время То есть Запутать Запутать Кручу Верчу Запутать Хочу Да Чтобы Человек Подумал Ай Времени Нет Возьму Это И все Что там Долго Разбираться Смотри Какая штука На времени Запутать На времени И человек И человек И тогда Знаешь Куда я Выскочила Тут же Когда я Вот на это Вышла Я тут же Выскочила В тот же Тикток В тот же Инстаграм В те же Искусственный Интеллект Где Много 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 Вбросов И ты Понимаешь Что если я буду Разбираться Времени Нет И поэтому Хватаешь Какой-нибудь Кусок И уже Несешься С этим Куском К своим Знакомым И рассказываешь Там Да И пошла Вот эта Разноситься Зараза Ну Да Ты посмотри Какая штука Я сейчас Прямо Раскладываю Такие вещи Я понимаю Что они Внезапно Сейчас идут Я Сегодня Как раз Заезжала В магазин Обратила Внимание Раньше На желтых Ценниках Стоял Товар По скидке И люди Привыкали Брать По скидке А сейчас Стоит Самый Дорогой Товар Типа Обратите Внимание Хороший Товар Марки Смотри Как ставка На лжи На лжи Человек Приучен Что желтый Ценник Это акция 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 А потом Самая дорогая А человек Он не думает Я же говорю Человек Раз На автомате Пум Взял И пошел Я сейчас Смотрю Сегодня Как-то Так Заметила Что это Такое А там Ценник Обратите Внимание Типа Это Качественный Товар Меня даже Смех Разобрал Думаю Вот это Да Ребята Кого вы обманываете Вы же себя Обманываете Сами себя А потом Говорите Что За что Бог покорал За что Почему Блин Вообще Настолько очевидно Человек Проснись Заметь Проснись Это Стань Искренне Чистый Проснись Это Открой глазки И Увидь прозрачность Чистый мир А человек Спит Шора И еще Больше Шора На всех Морок Наводит Вот Эта Вся ерунда Она же Как Валилась В начале 90-х И она Сейчас Только Развивается 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 Но опять Таки В начале 90-х На рынок Выплеснулись Все Гипнотехнологии Абсолютно Довольно За свои Деньги Пришел Поучаствовал Ты знал Что Это Эстрадное Шоу И с тобой Будут проводить Сеансы Гипноза Здесь Другое Немного Здесь Массовое Сразу Массовое управление И причем Через телевидение А через телевидение То же самое То же самое Через музыку То же самое Да вообще Человек Спит Коматозно Мы живем В мире Мертвых В мире Зомби И сейчас Идет Зомби Апокалипсис При этом Свято Верит Любому Проявлению Извне Да Вообще Ответственность Вынесена Человек Ну Вообще Вот то Что сейчас Происходит Мы даже Не знаем Что происходит Потому что Мы можем В нашей Реальности Этого нету Мы можем Доверять Либо не доверять Каким-то Телеграм-каналам Или там Телевидению Или там Интернету Но при этом Опять-таки Я не выбираю Новости Которые Не несут Радости И счастья А если Где-то Попадается На глаза То Это не из Моей реальности Потому что Ты понимаешь Этот мир Сходит с ума По-своему Сейчас скелеты Шкафов Вываливаются Да Я могу сказать Точно Я редко Смотрю новости Но я могу Тик-ток Я залажу Иногда Инстаграм Больше Но Я к чему Я могу сказать Со стопроцентной Уверенностью Уже проверено Не один раз Мною Прям конкретно Не то что проверено А замечено Тик-ток Такая штука Хреновая Ой, плохая Извините Она Тик-ток В плане Каком Когда ты бездумно Проводишь Там время То оно просто Засосет И засоряет Засоряет Так Потом Я четко Ловила Себя Вот посидев А оно Прямо Проводяется Туда Куда Выгодно Тому Кто Записывает Это Как Норма По сути Дело Окно Овертона Психотехнологическая База Окно Овертона Я его Описывала В книге Управления Восприятием Как это Работает По этим Принципам Можно В общество Втолкнуть Любую Идею Абсолютно Любую Но Почему-то Вталкиваются Самые Дебильные Почему Потому Что Над ними Не надо Думать Там Не надо Времени Во-первых Человек Что любит Поговорить О похоронах Поговорить О каком-то Происшествии Вот это Вот больше Да Согласись И Плюс Ко всему Человек хочет Вообще Не думать И поэтому Естественно Ну смотри О похоронах Происшествии Почему Потому что Сострадание Жало Вот оно Религия Облазит Беда Меценатство Или миссионерство И так далее Вот эти вот Все моменты Внимание на это Значит Каком мы мире Будем жить в этом В этом мире Да В захватах Немалья И тогда можно Ну как Во что Не помогаете Никогда Там Да Если и помогаем То искренне Нет такого Что Я же хорош Я должен Или там Ну надо же проявить Потому что Это так Ну надо Если и делаем То искренне Это делается И тогда Это чисто Ну надо Ну надо Ну надо Вот оно Поговорим О программах Должен Ну надо И куда они ведут И чем они заканчиваются Блин Но все равно Все что касается Чувствительности Именно чувствительности Тут Тут тоже Много Много Как если бы Как если бы Иначе Расстрел Как же ты К разуму Пойдешь Тебе достаточно Программа Ума Вот тебе Паси здесь Паси здесь Вот тебе Пастбище Отвели Пастыря поставили Стимул дали И вперед Вот они Боги Пасущиеся На кладбище На кладбище Ну на кладбище Они и пасутся От рождения До кладбища Человек не успел Родиться А уже знает Что он смертен А пришел Бессмертный Бог Вот она Где парадоксы И мы так Прописываем Детям своим Все абсолютно Вообще Вообще Сегодня буквально Я сказала Своей старшей дочке Просто Ну там тема была И вот сейчас Опять к слову Если бы у меня Сейчас родился Ребенок Третий Это был бы Совершенно другой Ребенок То есть вот Я просто знаю Я бы совершенно По-другому У меня уже Лерка она другая Совсем другая А вот сейчас Ребенок Если бы вот был То Я совсем По-другому Это был бы Свободный человек Свободный Абсолютно Со всеми возможностями Я это со стопроцентной Уверенностью говорю Еще ничто не мешает Ну да Мне интерес Дело Интересное Классно было бы Но Тогда Надо выбирать Надо выбирать Вот мне тоже Единственное Что останавливает Это то Что надо выбирать А уже хочется Интерес свой Вот прям Свой интерес Потому что Даже тогда Когда я родила Ярослава Ему же было Две недели Когда я уже Работала То есть Это на самом деле Большая нагрузка Ребенок Это большая нагрузка Нет Да Ну Это не нагрузка Но Это ответственность И Если бы Вот Я решилась Допустим Родить ребенка То Однозначно Я Занималась Б ребенком Видишь А я занималась И Семинарами То что Ребенком Однозначно Ребенком Я сейчас На этом Опыте Я бы Конкретно Я бы отдала Интерес туда Потому что Я вместе с ним Расслаблен И Это был бы Совсем другой человек И я была бы Другая Совсем То есть Это свобода Это Это свобода Я другого слова Не могу сказать Смотришь Как Как Годы Нас Меняют И На самом деле Вот сейчас Чувствуешь Что жизнь Только начинается Да Она только И она такая Интересная Я всегда Люблю жизнь Я всегда Это Кто меня знает Все знают Что Мои слова эти Жизнь это кайф Я кайфую от жизни Это всегда по жизни было А сейчас Она еще краше Еще интереснее И у меня У меня только Знаешь Как Как это И это интересно И это Ух Юх Сколько еще Вот так И как Чисто искренний ребенок Ух Я родился